всем привет итак я начал делать симулятор криптовалюты или это так возможно вы видели что раньше были такие популярные довольные игры как симулятор компьютерщика симулятор писателя или даже симулятор бомжа в общем они такие своеобразные интересные мне очень нравится такой подход где нужно что-то планировать зарабатывать покупать в общем такая интересная игра вот и я захотел создать такой пока что симулятор добычи криптовалюты или симулятор майнера в общем как то так давайте я покажу как он работает пока что он такой ранний альфе его пока что за один день набросал сделал только вот этот первый экран и еще больше такого ничего не делал но столкнулся с интересными моментами и возможно буду показывать некоторые реализации как что сделать я думаю будет полезно тем кто начинает что-то делать возможно вы не видели все такие разные инструменты но в общем я думаю будет интересно итак давайте посмотрим как оно работает в общем пока что я еще всю концепцию не продумал но у нас есть как бы начальный наш капитал в биткоинах или в разных коинах не знаю вот и мы можем запускать нашу общем добычу нужно будет там еще разную логику продумать в общем пока что так когда мы запускаем у нас заполняется колесом здесь генерируются как бы алгоритмы какие-то например вот и у нас каждый цикл добавляется по одному маленькому коину на эти коины по идее в будущем мы сможем что-то покупать улучшать и так далее вот в общем это пока что первая страница она заняла довольно много времени но не сильно много для меня это много в общем в этом видео я наверно покажу как я сделал вот это колесо в общем как сделать такое колесо нам понадобится фактически две картинки обычные картинки так вот у меня колесо первая картинка она является кругом она на самом деле вот здесь полный круг вот в общем на самом деле это круг заполненный полностью вот мы так заполняем а вторую вот эту штуку уберем то мы видим полный круг вторая картинка это тоже круг только серый он меньше чем первый круг и соответственно у нас создается эффект заполнения как он достигается вместо того чтобы просто указать image simple мы указываем image field и вот здесь от нуля до единицы она заполняется вот здесь мы указываем какой тип заполнения у нас стоит radial 360 окей в принципе практически все что насчет кода в коде мы обращаемся к этому image к полю fill amount и его там разными способами как мы хотим по таймеру или там каким-то другим вычислениям мы его заполняем в общем я думаю что вот заполнение это уже не так страшно и наверное следующих видео я буду делиться тоже разными такими маленькими подробностями из кода.